Что я хочу сказать по игре. Игра была такая сложная. Мы проиграли, никак сказать, не проиграли, но были проблемы с подбором. Старались это компенсировать быстрыми отрывами. Получалось вроде хорошо, было очень много свободных бросков. Вроде бы хорошо попали сегодня. Старались играть против этой команды просто. Получилось вроде бы. Спасибо. Вопросы к игроку? Спасибо. Вы тоже увидели, что все получилось. А что скажет главный тренер? Спасибо за поздравление. Добрый вечер всем. Поздравляю болельщиков. Спасибо большое за атмосферу, что люди приходят, поддерживают нас всегда. В 2 часа, в 6 часа, в 7 часа всегда. Не важно, сколько времени. Люди всегда приходят и поддерживают большое спасибо фанатам. Они несут команду вперед. И за это им большие слова благодарности. Поздравляю руководство, поздравляю ребят. Ну, получилось, в принципе. Все же планировали. Нормально готовились. С Кременчук нормально. Команда с опытными ребятами, знаете, как они, Малыш, и тот же Малашов, и Шастуха, и все ребята. Все они там поиграли. Как бы, знаете, опытные игроки. Хорошая команда. Могли выиграть в Одессе перед этим. Ну, готовимся. Готовимся к Венеции. Всех с победой. Спасибо. Что по поводу подготовки к следующей игре Лиги Чемпионов? Подготовки, как всегда, времени в обрез. Времени в обрез абсолютно. Потому что плюс еще, ну, как все знают, еще играет здесь наша волейбольная команда. Тоже квалификацию Лиги Чемпионов. И получается, что у них как бы игра, у нас тоже. И они должны предоставить время. И, как бы, знаете, у нас получится всего две тренировки. То есть завтра мы тренируемся, вынуждены тренироваться. Без дня паузы, без всего, и дневная тренировка. И потом одна тренировка еще первого числа, и второго уже играем. Все стандартно, все как обычно. Они играют тоже сегодня. Сегодня играют они у себя в чемпионате. Плюс переезд. Ну, все стандартно. Видео, готовимся. Я не знаю английский. С каждой игрой мы чувствуем себя все сильнее и сильнее. Несколько игр проиграны, буквально там три катечков. И сейчас мы идем на последние места Лиги. Сейчас мы находимся на последнем месте Лиги. Но в последнем игре мы играем очень хорошо, я думаю. В этой игре, в последней игре, я считаю, что мы играли. Я думаю, что мы играем лучше в втором туре, и мы будем на верхней лиге. Считаю, что будем играть лучше в следующем туре и поднимемся в лучшие команды Лиги. Спасибо. Вопросы есть к игроку? Благодарим вас и снова тренеру. Вы можете... Если хотите. Пожалуйста, ваша акция на сегодняшней игры. Какой был план и насколько удалось его выполнить? Ну, план был, во-первых, и то, что я говорил перед началом игры в раздевалочке нашим ребятам, что сегодня играем долгую и медленную атаку для того, чтобы команда соперника больше защищалась, больше получала фоллов. И мы тем самым нападением, долгим нападением, искали моменты для свободной атаки. Ну, в принципе, я доволен, доволен игровой дисциплиной своей команды на сегодняшний матч. Были моменты, когда хотелось бы, чтобы сыграли какие-то эпизоды получше, чуть меньше ошибок, чтобы сделали. И тогда, скажем, результат был бы менее с большой такой разницей в 25 очей. Но, тем не менее, учитывая, что мы играли против чемпиона Украины, а моя команда молодая, мы еще на пути своего становления и поиска своего почерка игры, я считаю, что эту игру можно засчитать в актив нашей команде. Хотя результат по-прежнему остается негативным.